Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему драгоценному вниманию послание Арктурианской группы от 11 февраля 2024 года. Высшие силы цивилизация Арктур. Силы! Дорогие читатели, добро пожаловать в наше сообщение. Все идет по плану, хотя внешний вид часто указывает на обратное. Давно устоявшиеся концепции добра и зла, а также созданные человеком правила правильности в отношении каждого аспекта жизни, подвергаются сомнению в сердцах и умах все большего числа людей. Сейчас вы находитесь во времени, которое было предсказано, о котором молились и которого ждали на протяжении тысячелетий. Вы выбрали, и вам было разрешено находиться на Земле в это могущественное время, чтобы участвовать в процессе вознесения Земли. Но поскольку трехмерная энергия Земли настолько плотна, большинство из нас не осознавали своего намерения и начали согласовываться с трехмерной системой убеждений Земли. Процесс вознесения происходит, но даже те, кто осознает его, продолжают придерживаться представления о том, как он должен выглядеть и проявляться. Существа с других планет придут, спасут нас и изменят все. Мировые события доказывают, что процесс вознесения уже состоялся, еще не началось и так далее. Отпустите любые концепции, которые у вас еще могут быть в отношении процесса вознесения. Человеческий разум, который интерпретирует в основном с уровня третьего измерения, не способен полностью постичь процесс вознесения или понять, как сопровождающие его высокие резонирующие энергии влияют на все и всех. Идеи и образ жизни, отражающие предыдущие состояния сознания, станут менее актуальными во многих умах и начнут автоматически исчезать, добавляя энергию света в коллективное сознание Земли. Многие из тех, кто не желает или не может принять новые идеи и перемены, набрасываются на всех и все, что, по их мнению, несет ответственность за разрушение мира, каким они его знают. Важно понимать, что хорошая человечность не более реальна, чем плохая человечность. Тем, кто духовно подготовлен, но упорно отказывается принять что-либо, кроме того, во что они верят, является реальностью. Часто приходится учиться тому, чему они готовы научиться, на собственном горьком опыте посредством физических, эмоциональных или умственных звонков. Многие общепринятые убеждения в этом году будут поставлены под сомнение, поскольку все больше людей будут стремиться к расширению духовных возможностей и начнут думать самостоятельно. Процесс Вознесения является реальностью независимо от того, известен он или нет, верится в него или сопротивляется ему. Третье измерение – это самая нижняя ступень лестницы очень высоких измерений, хотя большинство считает человеческое сознание воплощением интеллекта и мудрости. Люди все же застревали в плотности, когда с течением времени из-за незнания своей истинной природы они верили, жили и продолжали создавать свой внешний мир из состояния сознания, загрязненных верой в дуальность, разделения и две силы. Вся жизнь – это единственная жизнь, жизнь Бога, божественного сознания, источника. Игра противоборства чего-то иного окончена. Это продолжалось слишком долго, и все больше душ устали играть в эту игру. Боль, страдания, недостаток, ограничения и так далее и тому подобное никогда не были реальностью. И кажутся таковыми только потому, что они были опытом большинства на протяжении сотен жизней, создавая личное программирование и коллективное сознание, не осознающее ничего, кроме того, что можно увидеть, услышал, попробовал, потрогать и понюхать. Никогда не сомневайтесь в том, что вы – божественное существо, воплощающее полноту божественного сознания, независимо от любых проявлений или ситуаций, указывающих на обратное. Но те, кто предпочитает жить, с постоянным шумом и внешними отвлекающими факторами, не могут слышать тихий-тихий голос, всегда текущий внутри, и поэтому верят, что его не существует. Вы и только вы можете выбрать духовную эволюцию, потому что у вас есть свободная воля, человек может играть в трехмерные игры и тратить на это много жизней, они могут выбрать какое-то время жить как призрак или даже отказаться от воплощения, чтобы получить необходимые земные уроки. Однако высокие резонирующие энергии, изливающиеся на землю в это конкретное время, таковы, что те, кто не воспользуется ими, окажутся в старой энергии. Сознание Творца. Сознание Творца. Сознание Творца. Сознание Творца. Сознание Творца. Создание Творца. Сcjaющего из глаз каждого человека независимо от состояния его сознания. Это работа света. И именно для этого вы пришли. Даже самые простые действия, выполняемые с духовным осознанием, добавляют энергии света в коллектив Земли и могут действительно поднять или исцелить другого, если он восприимчив. Чему бы вы не давали энергию, это питается этой энергией и продолжает ее. Каждая война с наркотиками, раком или болезнью, война с тем или иным просто привлекает внимание к проблеме и добавляет ей энергии, позволяя ей оставаться живой и здоровой в коллективе. Ваша работа, как духовно пробужденного человека, жить на самом высоком уровне истины и по мере того, как вы будете это делать, вам будет дано больше. Это не означает прятать голову в песок и кричать «Бог – это все», а скорее означает переосмысление видимости, пребывание в мире, но не от него. Это напряженное и трудное время для многих, поскольку давние и, казалось бы, невинные концепции и убеждения начинают рушиться, Но старое должно отпасть, чтобы появились более высокие и более реальные формы тех же самых вещей, законы, убеждения, здравоохранения, вооруженные силы, правительства проявляться. Мир находится в процессе родов, и родовые муки будут продолжаться еще некоторое время. Не все готовы понять, что происходит с нами и с миром. Предлагайте честное, практическое руководство, когда вас об этом просят. Но не пытайтесь информировать, изменять или навязывать свои знания другим, полагая, что вы спасаете их. Каждый человек имеет наставников, и высшее «Я» и в той или иной форме находится на своем эволюционном пути. Тайно и молча признайте божественную природу каждого человека, и затем занимайтесь своими делами. Те, кто готов к истине, придут к вам в нужный момент. И обычно это тот, кого вы меньше всего ожидаете интересоваться истиной. Отдыхайте в реальности, будьте, а не делайте, и верьте, что все идет по плану. Мы – Арктурианская группа.